Всем привет! Сегодня вот такое интересное познавательное видео. Сравним два растения. Одно очень ядовитое, это цикута или ядовитый вех, и сныть, которая съедобна, и которую уже многие знают и даже употребляют в пищу. Для начала покажу листья. Вот это вот листок сныти, вот такой он. А вот это вот листок веха ядовитого. Вот покажу корень цикуты. Вот веха или цикуты корень. Вот такое корневище, толстое у него. Нашел небольшое, бывают они и больше раза в 3-4. Вот такое вот. Соцветия же зонтик. Вот такие вот они. Вот это у цикуты, а вот растение сныти. Вот оно вот. Ну такие они похожи, зонтики эти они как бы и не отличаются. Они оба семейства зонтичных. Но сныть она растет повсеместно. И возле озера может быть, и на полянах, и в лесах, где угодно. А вот вех ядовитый вот такое вот растение, вот они листья, вот оно. Оно растет всегда только на озерах, на болотах. Причем само растение всегда торчит из воды. И корневище вот это, вот корневище, оно в воде. Как растет это растение, вот эта цикута, в естественных условиях, я покажу в одном из следующих видео. А сейчас я пока это растение домой приятно показать. Вот эта цикута очень смертельно ядовитая. Ну просто вот этого корешка, вот этого одного, достаточно, чтобы смертельно отравиться, если вот этот корешок съесть. Вот такой маленький. А оно сныто на полезные и очень даже съедобные растения. По запаху и по вкусу они не отличаются от этих два растения. Только вот они отличаются вот так вот, что листья у них разные, конечно же. Ну опытный, конечно, человек, он разберется, отличит. А так многие вот по этим зонтикам могут еще и спутать. Тем более, что сныто очень много растет и в прибрежной зоне около озера. И я вот когда собирал, я их прямо рядышком сорвал. И там была вот эта вот цикута, и была вот эта вот сныто, и прямо рядышком росли. Так что отличайте эти растения, вот такие вот листья не берите. Вот такое растение, вот оно. Вот это вот ядовитый цикута, очень опасное растение, смертельное, ядовитое. А вот сныто, она вот такая. Она съедобная. В молодом возрасте вот такие листочки очень хороши и очень полезны. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok